Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в это новое агрессивное видео сегодня утром. Вау, ты просто посмотри на этот эпический крах сегодня. Именно в такие моменты и рождаются миллионеры. Нам была необходима эта встряска, потому что иксы затмили нам разом. Это коррекция как отрезвляющий душ. Именно поэтому я призывал вас частично фиксировать прибыли. Как минимум выводить то, что вы вложили, возвращая свои кровные. Сделал 3 икса, продай 1 третью, так ты больше ничем не рискуешь. На растущем рынке мы фиксируемся, на падающем покупаем. Просто посмотри на эти минус 30% на всем подряд. Любая криптовалюта может пройти через это в любой момент. Как щиткоины, так и высококачественные криптопроекты. Фондовый рынок падает. Биткоин тоже падает. На самом дне сегодня он стоил 42 тысячи долларов. В прошлый раз, когда причиной был новый вирус, в марте 2020-го, от крайнего локального пика он упал на 64%. Если он сейчас упадет на 64% от крайнего локального пика, это приведет его цену к 25 тысячам долларов. Но это уже совсем какая-то фантастика, я не верю, что мы увидим такую цену за биткоин вообще когда-либо. Но что интересно, что этот флеш-крэш привел нас к тому, что мы опустились ниже этой трендовой линии, которая весь этот буллран служила в качестве поддержки. Интересно то, что в прошлых циклах такая трендовая линия тоже была. И тоже служила поддержкой на протяжении всего буллрана биткоина. Интересно, что когда цена биткоина все-таки проваливалась ниже этой линии, она всегда пыталась вернуться обратно. Но если ретест этой линии снизу вверх оказался неудачным, нас ожидало новое падение цены биткоина. Так было здесь. И так было в этом цикле. Мы видим, что цена биткоина провалилась ниже этой линии, вернулась на ретест этой линии, который оказался неудачным, и после этого пошла еще ниже. Поэтому сейчас, после этого провала ниже этой линии, очень важно вернуться обратно. Но если этот ретест окажется неудачным, мы можем рассчитывать на повторение вот этих двух сценариев. Кстати говоря, мы об этом уже когда-то говорили. Но я все же думаю, что цена биткоина после этого флэш-крэша вернется обратно. Почему? Потому что в прошлые разы мы опускались ниже этой трендовой линии не флэш-крэшем, а постепенно. А здесь мы сделали это очень резко. Для меня этот флэш-крэш повторение марта 2020-го во всей своей красе. Потому что причины абсолютно те же, и я об этом уже говорил. И поэтому в такие моменты, как этот, для меня и происходит магия. В такие моменты люди делают больше всего денег. И такие моменты спустя два года после них рассматриваются как идеальная возможность, и чаще всего упущенная из-за страха. Я неделями постил видео и посты о том, что нужно фиксировать прибыли, если они есть. Получили 2 икса, продали половину, вывели свое и держите остальное. Что может быть проще? Это безрисковая стратегия. Я говорил так, потому что я знал, что может произойти все, что угодно. Я так говорил, потому что в 2018 году потерял 80% стоимости портфеля за несколько дней. Я прошел через это, и сегодня понимаю, такие коррекции на длинной дистанции всегда отличная возможность заработать больше, чем когда-либо. Эта коррекция, что мы наблюдаем сегодня, даже далека от того, что мы уже видели. 15% на биткоине? Да мы видели 60-70% падения на биткоине. И эти падения всегда были супер-возможностью для покупки. Всегда. Мы покупаем красное и продаем зеленое. Кстати говоря, Атера за неделю все-таки в плюсе. Полигон тоже. Это наши основные пики на этот месяц, и они за неделю все еще в плюсе, даже после этого падения. Что, конечно же, радует. Есть отличный инструмент на CoinMarketCap, который называется историческими снимками. Посмотри на стоимость биткоина в начале февраля 2020-го. Она была чуть более 10 тысяч долларов. Что произошло месяц спустя? Флэш-крэш. 15 марта 2020 года биткоин стоил чуть более 5 тысяч долларов. Но на самом деле флэш-крэш тогда был еще хуже, потому что здесь нет 11 марта. А именно 11 марта биткоин достигал цены в 3 тысячи 800 долларов. То есть за месяц он упал с чуть более чем 10 тысяч долларов до чуть более чем 3 тысячи долларов. В этом году мы видели рост биткоина почти до 70 тысяч долларов. Он дал 22 икса. Эфириум в то же время упал с 300 долларов до 88 долларов. Эфириум стоил 88 долларов. На пике этого рынка он рос до 4800 долларов. Это 54 икса. XRP тогда стоил 15 центов после того флэш-крэша в марте. А в этом году он рос выше 2 долларов. Кардана тогда стоила 0,02 доллара. Она дала 150 иксов. Спустя полтора года она дала 150 иксов. Какие же исторические возможности, я не побоюсь этого слова, дал нам крах в марте 2020-го. Что ж, эти возможности здесь снова. Спустя 2 года такие цены будут только сниться в мечтах. Каковы причины всего этого безобразия? Самая главная причина, конечно же, омикрон в США. Инвесторы опасаются влияния нового варианта на цепочки поставок и другие аспекты экономики. Они боятся новых локдаунов и новой рецессии из-за этого влияния. Дежавю, не так ли? Такое впечатление, что кто-то изобрел машину времени и вернул нас на полтора года назад. Вторая причина. Эта распродажа на рынке криптовалют последовала за суровым предупреждением известного инвестора Луина Вилье. О том, что Федеральная резервная система готовится значительно сократить программу закупки активов на рынках. Мы тоже об этом говорили. Об этом предупреждал еще Джей Пи Морган. О плане ФРС США на 2022 год. Кроме сокращения темпов накачивания деньгами рынков в 2022 году, ФРС планирует три раза повысить процентную ставку. Что тоже может повлиять на рынки, безусловно. Эти новости так сильно напугали инвесторов, что они начали распродавать и фондовые рынки криптовалютные. И, наконец, еще одна третья причина из Китая. Многострадальная китайская компания Evergrande до сих пор дергается в судорогах. На этот раз они снова предупредили инвесторов, что у них могут закончиться деньги, необходимые для выполнения своих финансовых обязательств. Все это в совокупности приводит нас в тот момент, когда уровень страха на рынке достигает экстремальных значений. Но 25, кстати говоря, отметка еще не самая низкая. Хотелось бы увидеть около 14. 10-15 пунктов это была бы идеальная возможность. Еще идеальнее, чем это. И даже Илон Маск вроде бы шутя подливает масло в огонь, высмеивая Web3.0. Вот такого от столь прогрессивного человека я точно не ожидал. Закончим тем, что сказала инвестор Кэти Вуд из Arkinvest буквально вчера о биткоине. Ее главные тезисы, она до сих пор верит в биткоин, эфириум и веб 3.0, а также в то, что делает Сальвадор. Ее прогноз по биткоину до сих пор остается прежним. 500 тысяч долларов за монету на протяжении следующих 4 лет. И знаешь что? Я лучше буду следовать за умными деньгами, такими как Arkinvest. Но не за заголовками новостей. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok